Исконно русские и заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессиональные слова и термины. Устаревшие слова и неологизмы. В процессе работы вы узнаете, что такое исконно русские и заимствованные слова. Чем общеупотребительные слова отличаются от профессиональных слов и терминов, какие слова являются устаревшими, а какие – неологизмами. И научитесь пользоваться толковым словарем, находить исконно русские и заимствованные слова, общеупотребительные, профессиональные слова и термины. С точки зрения происхождения слова делятся на исконно русские и заимствованные. Исконно русские слова – это самые древние лексические единицы языка. Ими называли те предметы и явления, с которыми человек постоянно сталкивался в своей жизни. К ним относятся обозначения предметов. Ласточка, река, леса, лето, береза, действий, видеть, признака, веселый, хитрый. Исконно русские слова, наиболее употребительные слова, используются как в письменной, так и в устной речи. Заимствованные слова – это слова, пришедшие в русский язык из других языков. Заимствованные слова имеют свои отличительные признаки. Начальное А – абажур. Буква Ф в слове – экран. Двойные согласные – стеллаж. Сочетание ШТ – штора. Заимствованные слова обогащают речь, но использовать их нужно правильно. Общеупотребительные слова. Это слова, из которых состоит наша повседневная речь. Люди понимают эти слова и употребляют их в речи независимо от профессии и места жительства. Эти слова – основа языка. Они могут употребляться в разных стилях речи. Например, в предложении «Я люблю читать интересные книги» все слова общеупотребительные. Не являются общеупотребительными профессиональные слова и термины. Термины – специальные слова, обозначающие научное понятие. Например, орфография, знаменатель, метафора. Термин однозначен, не имеет эмоциональной окраски, употребляется в научном стиле речи. Профессиональные слова – это слова, которые употребляются людьми определенной профессии. Например, повар активно использует слова фритюр, панировка, пассировка. Музыкант – ноктюрн, ария, мажор и минор. Художник – пастель, холст, палитра. Фотограф – зум-объектив, выдержка, перспектива. Профессиональные слова и термины нужно использовать только по назначению в соответствующих речевых ситуациях. Язык – развивающееся явление. Одни слова уходят из употребления вместе с предметами, которые они называли. Другие слова приходят в язык с появлением новых предметов, явлений в жизни. Устаревшие слова – слова, которые перестали употребляться в повседневной жизни. Они обозначают названия исчезнувших предметов и явлений. Помните стихотворение Пушкина? Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Кибитка – это крытая повозка. Облучок – толстая деревянная скрепа, идущая по краям телеги повозки или огибающая верхнюю часть саней, сиденья для ямщика. Ямщик – человек, перевозящий пассажиров или груз на почтовых лошадях. Тулуп – длинная, свободного покроя шуба, мехом внутрь, обычно из овчины. Кушак – пояс из широкого куска ткани. К устаревшим относятся и слова, замененные в современном языке синонимами. Например, ланиты – щеки, чело – лоб, рамена – плечи. В толковом словаре устаревшие слова содержат помету «устар» – устаревшее или «старин» – старинное. Устаревшие слова используются в произведениях художественной литературы для воспроизведения колорита эпохи, для воссоздания исторических событий. В языке появляются новые слова – неологизмы. Общие языковые неологизмы – это слова, которые появляются в языке для обозначения новых понятий. В начале 20 века появилось слово «субботник». В 60-е годы 20 века – «космонавт». Иногда новые слова придумывают писатели. Михаил Ломоносов подарил нам слова «градусник», «горизонт», «атмосфера». Николай Карамзин – «трогательный», «занимательный». Со временем неологизмы становятся общеупотребительными словами. Выполните задания по теме. Охарактеризуйте слова «рать», «джем», «слайм», поставив в соответствующую графу таблицы знак «плюс». Поставьте воспроизведение видео на паузу, выполните задание и вернитесь к просмотру. Проверьте правильность выполнения задания. «Рать» – это древнее название русских войск. Слово «рать» – исконно русское, устаревшее. «Джем» – варенье из фруктов или ягод в виде густого желе. Слово «джем» – заимствованное, общеупотребительное. «Слайм» – игрушка из вязкого, желеобразного материала. «Лизун». Слово «слайм» – заимствованное, неологизм. Поработайте с толковым словарем учебного пособия. Найдите слово «жокей». Опираясь на словарную статью, охарактеризуйте слово по плану. Слово «однозначное» или «многозначное». Каково лексическое значение слова? Слово «исконно русское» или «заимствованное». Общеупотребительное, профессиональное, устаревшее или неологизм. Проверьте правильность выполнения задания. Слово «жокей» – многозначное. В первом значении «профессиональный наездник на скачках» – это слово употребляется как профессиональное. Во втором значении «слуга при лошадях» – это слово устаревшее. В третьем значении «артист цирка, исполняющий акробатические трюки на неоседланной лошади» слово «жокей» – общеупотребительное. С точки зрения происхождения слово «жокей» – это заимствованное слово. Поставьте воспроизведение видео на паузу, выполните упражнение 219 из учебного пособия и вернитесь к просмотру. Проверьте правильность выполнения упражнения. Заимствованными словами являются экскурсия – отличительный признак заимствования буква «э» в слове, цирк – признак заимствования буква «с». Театр – есть сочетание двухгласных «еа». Бульон – отличительный признак заимствованного слова – сочетание «он». Апрель – о том, что это заимствованное слово говорит начальное «а». От заимствованных слов с помощью суффиксов образованы слова «школьник», «штангист», «кукольный», «мармеладка», «вокзальный». Обратите внимание, если слово образовано от заимствованного с помощью суффикса или приставки, оно считается собственно русским. Теперь вы знаете, что такое исконно русские и заимствованные слова, чем общеупотребительные слова отличаются от профессиональных слов и терминов, какие слова являются устаревшими, а какие – неологизмами. И умеете пользоваться толковым словарем, находить исконно русские и заимствованные слова – общеупотребительные, профессиональные слова и термины. Еще раз повторите теоретический материал в учебном пособии параграфы 22, 23, 24 и выполните упражнения 221, 234, 237, 242. Чтобы проверить свои знания, выполните тестовую работу по теме. И помните, чем больше словарный запас человека, тем выше вероятность того, что он преуспеет в жизни.